По-настоящему всенародным праздником стал День защитников Отечества, который вся Россия отмечает 23 февраля. В этот день чествуют тех, кто служил и служит в рядах вооруженных сил, и вспоминают о тех, кто доблестно сражался, защищая мирный труд жителей нашей страны. И в честь мужественных защитников звучат самые добрые слова. Ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, участники специальной военной операции, ветераны вооруженных сил, военнослужащие, правоохранители, казаки, словом, все, кто так или иначе связан с благородным делом защиты Отечества, пришли в преддверии всенародного праздника на прием в Славянскую администрацию. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко поздравил приглашенных защитников Отечества. И сегодня очень приятно, что в нашем зале собрались те, кто именно этому вопросу уделяет серьезное внимание, не только своей профессиональной деятельностью, но и в глубине души, в каждом сердце у вас, хранится душа нашей Родины, нашего Отечества, и уверенство во Родина за нами, для каждого находится, наверное, в таком очень высоком ключе развития. Это, наверное, лейтмотив того нашего российского общества, которое славится своими победами, славится своими радными буднями, и я уверен, каждый из вас этому посвящает свою жизнь. Много теплых, идущих от сердца слов было сказано в этот день в адрес каждого из собравшихся. Это действительно достойные люди. Многие из них не только служили в рядах вооруженных сил и участвовали в боевых действиях, защищая Родину, но и продолжают в настоящее время воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. Славянские артисты исполнили для приглашенных хорошие песни. Славянские артисты исполнили для приглашения. Затем за добросовестное исполнение служебного долга, активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, мужество, преданность и беззаветную любовь к Родине в честь Дня Защитника Отечества всем участникам приема были вручены благодарственные письма. Один из награжденных, Феликс Сорочинский, служил в инженерно-саперных частях в целом ряде военных округов от Средней Азии до Закавказья и сейчас работает со школьниками, проводит военно-патриотические мероприятия. День Защитника Отечества его отделить нельзя от Дня Победы, от других великих праздников. Вот не зря говорят, что и май 45-го года, и победа под Сталинградом, и ужасы Ленинградской блокады, все это в звенье одной цепи. Хочу пожелать всем участникам священной военной операции доброго здравия и вернуться с победой домой. А мы здесь ветераны, за них, как говорится, молимся и вместе с учащимися школ, патриотами и педагогами передаем большой привет и поздравляем с праздником. Всего доброго. Ветеран боевых действий Евгений Лесников добровольцем пошел на службу в зону проведения СВО. За боевые заслуги награжден ведомственными медалями. 23 февраля – это день тех, кто встал и стоит на защите своей земли. Мы никогда не забыли, не забудем и будем помнить тех людей, кто отдал свою жизнь. О тех людях, которые воевали, которые воюют, о них не забыли, не забывают, верят в них. Я считаю, что честь любого мужчины встать на защиту своей земли, своих семей, своих детей. День защитника Отечества напоминает о героизме нашей армии, обо всех воинских подвигах в истории государства. Это праздник, который символизирует самоотверженность и благородство. Это особый день, когда почитается воинская слава, когда чествуются те, кто участвовал в защите Родины. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».